МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На финише вступительной гонке 2020 анализируем работу приемных комиссий, активность и подготовленность абитуриентов. Какие специальности жители региона считают наиболее перспективными? И что в этом плане могут предложить высшая школа и профтехобразование? Об этом и не только, а в ближайшие 40 минут. Итак, гости программы, начальник регионального центра тестирования и профессиональной ориентации учащейся молодежи Владимир Глазунов. Здравствуйте, Владимир Иванович. Добрый день. Ректор Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, доктор экономических наук, профессор Светлана Лебедева. Рад видеть. Приветствую вас, Александр. Заместитель начальника отдела главного управления образования Гомельского обл. сполкома Дмитрий Черненький. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Добрый день. А также директор Мозорского государственного областного лицея Инна Лагун. Инна Алексеевна, спасибо, что приехали. Заедни. Итак, говоря про итоги вступительной гонки 2020, не могу не вспомнить весну этого года, когда в эфире «Беларусь-4», в том числе и вы, Владимир Иванович, объявляли о переносе сроков репетиционного тестирования, за ним и других этапов вступительной приемной кампании. Расскажите, насколько пандемия серьезно повлияла на привычную кампанию по приему документов и сдаче действительно важных испытаний для ребят, которые выбрали для себя выше или профтехобразование? Да, конечно, в этом году пандемия оказалась очень серьезным испытанием. И, к сожалению, это испытание пришлось пережить нашим выпускникам текущего года, нашим амбитуриентам, потому что была поломана схема, традиционная схема подготовки, это репетиционное тестирование. Но нужно отметить, что мы, наверное, единственная область в республике, кто, по возможности, практически и в апреле месяце, и в мае месяце проводили репетиционное тестирование. Нужно добавить, что, конечно, в общем-то, пандемия привела к переносу самих сроков централизованного тестирования на две недели. Ну и, соответственно, были перенесены сроки и приема документов, и вступительных испытаний в высших учебных заведениях при необходимости. Но я хочу сказать, что, конечно, наши дети, они вообще молодцы. Они молодцы, потому что они с честью справились с этим испытанием. И так, не без того, стрессовая обстановка, а тут еще и пандемия, да? Да, я надеюсь, конечно, что все те усилия, которые мы прилагали в такой ситуации, они, конечно, помогли нашим детям, чтобы они смогли реализовать, в общем-то, свои планы и поступить туда, куда они планировали поступить. Конечно, ну вот за 22 года проведения централизованного тестирования в области это первый год для меня такой, ну, очень отчаянный, скажем так, тяжелый, отчаянный, да. Светлана Николаевна, вот интересно, как в вашем ВУЗе смогли ли перестроиться и коллеги-преподаватели, и приемная комиссия, и абитуриенты? Я понимаю, что действительно нагрузка была серьезная. Для Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации сложностей абсолютно никаких не было. Мы очень быстро перевели и весь образовательный процесс на онлайн-технологии и прием документов от абитуриентов осуществлялся с использованием онлайн-технологий и, соответственно, прием документов уже от абитуриентов, которые выбрали именно наш университет для поступления на первую ступень высшего образования и в магистратуру. А ведь действительно, по сути, у ребят не было полноценной четвертой четверти. Вот как чувствуете, смогло ли это повлиять на результаты и экзаменов, и ЦТ? Вы знаете, что результаты знают только сами абитуриенты. Говоря про ЦТ. Говоря про ЦТ. А отчета Республиканского института контроля знаний мы еще, к сожалению, не видели. И как, образно говоря, сыграли наши дети, мы, в общем-то, и не знаем. В принципе. Но то, что такое нервное окончание учебного года, такая нервная подготовка перед непосредственно поступлением, они однозначно могли повлиять на результаты. Но вместе с тем, если мы будем говорить о том, что мы, в общем-то, можем озвучить, о стобальных результатах, то в данном случае, я думаю, что наши учащиеся показали достаточно приличные здесь результаты. Стобальников больше по сравнению с уровнем прошлого года. Об этом чуть позже. Инна Алексеевна. Ну, вы знаете, на самом деле четвертая четверть для ребят прошла более чем демократично. Потому что несколько раз продлевались каникулы, получилось так, что по желанию родителей кто-то ходил в лицей, кто-то оставался дома. Педагоги не переживали, что не успели чего-то донести нужного? Ну, вы знаете, надо отдать должное, что хватило профессионализма, мобильности. И немаловажную роль сыграла достаточно серьезная оснащенность лицея. И мы не тогда, когда дети вышли с каникул, перешли на дистанционное обучение, а будучи еще на вот этих продленных каникулах. Конечно, было сложно для педагога в том, что сначала он вел уроки для тех детей, которые были в классе. Потом, заканчивая рабочий день, ему приходилось выходить на связь с теми детьми, которые оставались дома. Ну, и понимая ответственность за результат, конечно, для педагога мало было просто транслировать какой-то материал и выдавать домашнее задание. Безусловно, необходимо было наладить обратную связь. Без обратной связи мы бы, конечно, к таким результатам не пришли. Но у вас и стубальники есть традиционно в этом году? Да. Сколько? Этот год также увенчался тремя стубальными сертификатами. Особенно приятно, что все сертификаты получены без участия репетиторов, только благодаря трудолюбию детей и их педагогов. Ну, и не могу не сказать, что кроме трех стубальных 5,99 баллов детей набрали. А это тоже, будем считать, золото. Владимир Иванович, а каков результат стубальников в продолжение тему собрала Гомельская область? По нашим сведениям, у нас порядка 50 стубальников. И если сравнить это с общим количеством, а всего в республике было, по-моему, 325 или 327 стубальных результатов, то и поделить это на количество областей и добавить сюда город Минск, то, конечно, 50 стубальников – это достаточно приличный результат. А сейчас внимание на экран. Вот процент поступления в высшее учебное заведение учащихся лицея из Мозыря. 95% – это средний процент, скажем так. Как вы это делаете? Уверен, прямо сейчас спросят зрители по той стороне экрана. Да, ну, мне будет хочется добавить цифру этого года в эту диаграмму. Это 97% в этом году стали студентами вузов. Ну, вот несмотря на пандемию, о чем мы только что говорили. Какой бы избитой ни казалась фраза «кадры решают все», но это действительно так. Мне приятно как руководителю, что несмотря на то, что наши педагоги виртуозно владеют своим предметом, тем не менее они не останавливаются на достигнутом, они всегда развиваются. И самым главным я считаю, что каждый из них просто безоговорочно любит свою профессию. И с этой любовью идет к детям. И плюс заинтересованность по ту сторону, ребята приезжают осознанно поступать в высшее учебное заведение. Ребята идут только за знаниями. И поэтому очень приятно. Вот они на самом деле развиваются в такой среде здоровой конкуренции. И эта конкуренция здоровая, это однозначно могу заявить, помогает им двигаться вперед. Ну и немаловажна поддержка родителей. Какие вузы чаще всего выбирают ребята? Я подчеркну, что ваши учащиеся, это в первую очередь детки из регионов. Наровля, Лоев, Лельчицы, Петриков, Ельск. У нас так получается, что, конечно, очень привязан вуз к тому профилю, по которому дети обучаются в лицее. Поэтому, если это физмат, вот сейчас мы их видим, мои любимые, я у них веду русский язык, у этих именно, то это все же в большинстве своем Бугуир выбирают и БГУ. Как-то очень распространено. Если это филологический класс, то это все же Минский лингвистический университет или БГУ-журналистика. Химики, биологи там, ну вот стопроцентные врачи. Светлана Николаевна, подключайтесь к разговору. Ступительная гонка 2020 завершена. По всем ли специальностям набор состоялся в полной мере? Хочу сказать, что мы довольны набором этого года. Студентами и учащимися нашего университета стало почти 1200 человек. Со всех уголков Беларуси и не только? Да, да. Это очень приятно. Это студенты первой ступени образования, магистратура, это высшее образование, второе высшее образование и наши филиалы, которые обучают учащихся на уровне среднего специального образования. Это наш столичный Минский филиал и Могилевский филиал Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации. Буквально коротко, на какие специальности, традиционные специальности, всегда и в том числе в этом году достаточно высокий спрос у ребят? Ну, традиционные наши специальности, по которым мы ведем подготовку более 10, по некоторым более 30 лет. И конкурс на платные места в этом году составил 1,5-2 человека на место. И вы знаете, это специальности логистика в первую очередь, у нас уже сформирована научно-методическая школа по этому направлению. Маркетинг – очень популярная специальность. Это товароведение и экспертиза товаров, это экономика управления на предприятии и наша замечательная специальность, которая уже многие годы преподается – это коммерческая деятельность. Понятно. А какие новые профессии в этом году предложили освоить студентам? Ну, вы знаете, вот как раз новое у нас – это экономическое право. Мы единственный университет в регионе, который готовит по этой специальности. И она очень популярна у студентов дневного отделения в этом году. И, вы знаете, очень интересная специальность, которую мы готовить начали в этом году. И мы по специализации информационной системы и технологии в бухгалтерском учете не просто единственные в регионе. Мы единственные в стране пока. Но вот мы эту специальность пока разворачиваем. Светлана Николаевна, вот чтобы было и зрителю, в том числе, более понятно, и мне, что влияет на принятие решения по введению или сокращению той или иной профессии в ВУЗе? Вы конкретно можете сегодня четко дать себе ответ, что необходимы экономике не просто сегодня, через 5, 10, а то и 15 лет? Ведь этого ответа хотят услышать и родители, и абитуриенты. В первую очередь мы базируемся на своем собственном опыте, потому что уже 56 лет наш университет функционирует в нашем замечательном регионе, в Гомельской области, и работает практически на всю республику. И вы знаете, мы чувствуем, что необходимы, крайне необходимы интегрированные специальности. Почему мы открывали именно экономическое право? Потому что для нас важно, чтобы мы подготовили юриста со знанием экономики, который владел бы всеми вопросами не только юриспруденции, но и очень хорошо знал все экономические процессы, происходящие в той или иной организации, для того, чтобы подсказывать руководству своих организаций, как правильно, юридически верно и экономически обоснованно принять решение. Образование на протяжении всей жизни, уверен, не просто мировой тренд, но еще и хорошая возможность и белорусам, в том числе, укрепить свои позиции на рынке труда. Вот какие возможности и варианты предлагаете учащимся студентам? Мы, опять же, изучаем международные тенденции, которые происходят в мировом образовательном пространстве. И очень важно, опять же, интегрированная подготовка по различным сочетающимся между собой специальностям. Поэтому мы в этом году и предложили вот эту специальность информационные технологии в экономике и специализацию в бухгалтерском учете. Потому что мы чувствуем необходимость субъектов хозяйствования, не только региональных, в том, чтобы не просто программное обеспечение создавать, но и внедрять его в практику хозяйствования очень интенсивно. А для этого специалисты в области программирования, квалификация этого специалиста называется инженер, программист, экономист, вот они владеют всеми вопросами бизнес-аналитики, планирования, прогнозирования, бухгалтерского учета, отчетности, всей налоговой политикой и прочее. То есть мы хотим помочь регионам, республике Беларусь, системе потребительской кооперации осуществлять комплексную автоматизацию всех бизнес-процессов. В этом году Гомельский государственный университет имени Франциска Скорина отметил 90-летие. К слову, речь о первом вузе региона. Что здесь считают профессиями будущего? Прямо сейчас в коротком интервью ректора Сергея Хохомова. Анализ как раз ситуации после пандемии меня приводит к выводу, что все-таки, несмотря на то, что и электронная платформа, и дистанционная форма обучения, и онлайн, многие вещи можно решать без преподавателя. Все-таки это будет крайне сложно, если не невозможно. Поэтому одной из профессий будущего, все-таки, я считаю, преподаватель, учитель. Можно было бы сказать инженер, веб-дизайнер, хотя это тоже одна из профессий, очень перспективная. Но, тем не менее, вот без преподавателя даже обратная связь с нашими студентами говорит о том, что это намного облегчает процесс обучения и делает его намного более эффективным. Это первое. А по тем специальностям, которые сейчас пользуются популярностью, тут очень многое зависит от набора, от числа мест, которые мы выделяем на бюджетную форму обучения. К примеру, юридические специальности. У нас до 10 человек на место. Но это, с одной стороны, связано с популярностью этих специальностей, с другой стороны, потому что бюджетных мест выделяется всего 5. Поэтому 50 человек уже составляют значительный конкурс. Вот у нас наибольшие конкурсы на специальности юридического факультета, на психологию, иностранные языки, на специальности, связанные с информационно-коммуникационными технологиями. Но в этом году у нас три новых специальности, как раз прикладная математика, лингвистическое обеспечение коммуникации на историческом факультете и лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций. И третья – это специальность на филологическом факультете русский язык и литература, иностранный язык, английский. Могу анонсировать, что в следующем году мы планируем открыть, мы уже получили лицензию, откроем еще две специальности – белорусский язык с английским и русский язык с китайским языком. И действительно, ориентир любой семьи на высшее образование понятен, но мы же из года в год замечаем с вами, в том числе в этой студии, комментировали не раз, по многим профилям рынок труда переполнен, те же юристы, те же психологи, бухгалтеры. Речь не о престиже высшего учебного заведения, наверное, должна вестись в том числе и сейчас, а о востребованности в будущем. Совершенно верно. Не стоит забывать, что рынок труда сейчас испытывает очень большую потребность прежде всего в рабочих кадрах, в рабочей профессии, профессии со средне-специальным образованием. Да, профессии с высшим образованием тоже необходимы. Это и технические специальности, и юридические. Но, учитывая их популярность у абитуриентов и их родителей, каждый из родителей хочет, чтобы его ребенок закончил учреждение высшего образования, там рынок труда перенасыщен. То есть у нас наблюдается диспропорция потребность работодателя и желание абитуриента. Вот эту проблему каждый год мы решаем с учреждениями профессионально-технического и средне-специального образования. Я хочу отметить, Александр, что бухгалтер бухгалтеру рознь. И, кстати говоря, в топ-10 самых востребованных, в том числе и в Беларуси, специальностях бухгалтер присутствует. Но, почему у нас бухгалтера, наши бухгалтера именно очень востребованы? И могу привести пример этого года. У нас группа бухгалтеров в основном обучалась за счет собственных средств. Они 100% распределены на субъекты хозяйствования Республики Беларусь. Все, ни одного бухгалтера не осталось невостребованным. Даже те, которые обучались платно. И у нас акцент именно в подготовке бухгалтера на знание современного программного обеспечения. Но мы решили пойти дальше. И поэтому будем готовить уже инженеров, программистов, экономистов со знанием бухгалтерского счета. Такой прокачанный бухгалтер, который будет хорошим специалистом и пригодится в любом предприятии. Наш нынешний бухгалтер, он прокачанный, а будет супер прокачанный. Действительно, альтернатива высшей школе и все-таки способность удовлетворить желания ребят, которые, к примеру, не поступили в вузы в этом году, профтехобразование региона сегодня, действительно может? На данный момент может. Не стоит забывать, что к нам поступают в учреждения профессионального образования дети, которые в первую очередь, те, которые шли целенаправленно получить рабочую профессию или специальность среднего специального образования. Ну и также те дети, которые не поступили по каким-либо причинам в учреждения высшего образования. И именно тот момент, что сроки приема документов в среднее специальное учебное заведение и профессионально-технические, чуть-чуть позже заканчивает прием документов, чем учреждение высшего образования, дает возможность ребятам не остаться не у дел в течение года, а получить либо рабочую профессию, либо получить ту же самую специальность, ну на уровне среднего специального образования, а потом продолжить ее в учреждении высшего на заочной форме обучения. То есть такая возможность имени. У вас наверняка неоднократно спрашивали, сегодня рабочей специальностью можно ли достойно зарабатывать? Такой вопрос один из самых популярных у родителей и детей, которые приходят к нам или в учреждения образования приемной комиссии. Стоит заметить, что любая профессия, если это специалист высокого класса, то он сможет достойно зарабатывать. Не обязательно быть программистом, можно быть сантехниками, получать достойную заработную плату. Но если иметь в виду в среднем, то, для примера, хороший сварщик на производстве получает от 1000 рублей и выше. Хороший продавец, если это сети, то от 700-500 рублей и выше. Хороший повар, ну чуть-чуть ниже зарплаты, если это какой-нибудь общепит. А если это ресторан и это специалист первого класса, то это... Если это ресторан, то там уже может быть гораздо выше. Все зависит от квалификации его. Чем лучше ребенок осваивает азы специальности или профессии, чем лучше он показывает результат, я думаю, тем больше ценит любой работодатель. Буквально коротко, какие в этом плане дорожки выбирали ребята-девятиклассники в 2020-м? Девятиклассники. Наиболее популярные профессии уже несколько лет подряд – это художник-оформитель и плюс оператор компьютерной графики. Мы понимаем, что оператор компьютерной графики звучит очень заманчиво для молодежи. Там конкурсы до больше двух человек на место. Одна из самых популярных интеграций профессий – это электромонтер с водителем. Гомельский аграрно-технический лицей. Очень популярны профессии железнодорожного профиля, прежде всего, проводник и кассир билетный. Тоже в районе трех человек на место конкурс ежегодно. В этом году большой популярностью пользуется профессия повар и повар детского питания в том же Жлобине. В этом году выпуск большой – девятиклассников. То есть профессий таких найти, где конкурс больше, чем полтора-два человека на место, довольно много прав тех образования. Хочу, Александр, еще рассказать о том, что наш университет – единственный в регионе, который помогает гомельским школам готовить десяти и одиннадцатиклассников на уровне профессионального образования. Это своеобразный учебно-производственный комплекс, создан на базе университета. В этом году 200 человек у нас обучалось, десяти и одиннадцатиклассников. То, что когда-то мое поколение имело, а нынешнее кто-то возмущался, кто-то был рад, но в любом случае знания не помешали. По субботам они нас занимаются каждую субботу. И мы готовим в настоящее время продавцов и официантов, что очень востребовано в регионе. И с этого года планируем готовить еще делопроизводителей. Говоря про одиннадцатиклассников, какие профессии в этом году были наиболее популярны, где действительно самый большой конкурс? По одиннадцатиклассникам наиболее популярны профессии, связанные с парикмахерским искусством. То есть парикмахеры пользуются неизменным спросом в колледже бытового обслуживания. Также из профессий популярных среди одиннадцатиклассников является тот же повар, колледж кулинарии. Про железнодорожную профессию я уже говорил. Ну и это основное. По другим, к сожалению, выпускников одиннадцатых классов в этом году гораздо меньше, чем в прошлом. И я думаю, нехватку абитуриентов ощутили и учреждения высшего образования, и учреждения профессионального образования также. Дмитрий Николаевич, ну вот про ребят, которые получили 100 баллов на ЦТ, мы достаточно много поговорили. Но те, у кого средний балл аттестата 2 из 10, это тоже, в том числе, жители региона, у которых проблема. Куда идти? Есть ли варианты? Ну, с баллом 2 и 0, я честно скажу, в городе Гомеле поступить после 9 классов просто нереально. Но такие ребята есть? И вопросы у них тоже есть? И есть. Тут шанс только один. Идти в те учреждения образования, которые продлевают набор. По правилам приема, если до 20 августа учреждение профтехобразования не закрыло, не скомплектовало какую-нибудь группу, то они продлевают до 15 сентября, либо до момента комплектования группы. Еще очень важный аспект. Есть ли сегодня хорошая связь учреждения образования с реальными работодателями? У нас набор идет за бюджет области. Цифры приема формируются на основе заявок заказчиков кадров. То есть конкретные специальности прогнозируются, что через 4 года нам нужно 100 продавцов, 200 поваров, 100 токарей и так далее. То есть каждая цифра подкреплена заявкой. Да, эти заявки могут корректироваться со временем. Но работают учреждения образования, у других потребностей возрастают, у работодателей. Поэтому это все живой организм. Но каждый ребенок у нас обеспечен первым рабочим местом. Новый учебный год. Много ли времени на раскачку у тех, кто планирует уже в ближайшее время поступление? Инна Алексеевна. Ну, вы знаете, мы лицеисты вообще привыкли к тому, что времени практически нет. Потому что мы работаем в условиях двух лет. Ребенок поступил, он у нас 2 года, и мы должны дать результат. Какими бы сильными к нам не приходили дети, у нас всего лишь 2 года, привести их знания в систему. Потому что каждый родитель понимает, когда ребенок учился в 5 классе, он абсолютно не думал о том, что ему придется сдавать централизованное тестирование. Он ходил в школу, зарабатывал хорошие отметки, и семья была счастлива. Поэтому это катастрофически мало. Это ощущает каждый ребенок, который у нас учится, и каждый педагог. Мы не теряем ни одной минуты понапрасну. Вот 1 сентября праздник, 2-го, все факультативные занятия и прочее. И вы знаете, мой совет, не думать о том, что впереди еще целый учебный год. Многие в этом, к примеру, учебном году столкнулись с тем, что рассчитывали на то, а я смогу повысить балл своего аттестата на вступительных экзаменах. А, допустим, даже в нашем учреждении очень многих детей освободили от экзаменов в связи с коронавирусной инфекцией. И получилось, что этот шанс они потеряли. То есть не надо ничего откладывать на потом. Надо с пользой проживать каждую минуту, чтобы не получилось, что ты остался ни с чем. Итак, новый учебный год и новые волнения. Владимир Иванович, достаточно много информации и обсуждений, связанных с тем, какими будут правила приема высшее учебное заведение в ближайшую вступительную кампанию. Ваше мнение на этот счет? Вот плюсы и минусы ЦТ годами мы обсуждали в этой студии, и сейчас новая волна. Ну, мое глубокое убеждение, что альтернативы централизованного тестирования, как вступительных испытаний высшее учебное заведение, нет. Я могу согласиться с тем, что да, эта форма может дополняться, она должна совершенствоваться. В принципе, могут добавляться какие-то устные экзамены при необходимости там, где в самом деле необходимо посмотреть, насколько человек умеет формулировать свои мысли. Но тестирование как форма, как инструмент определения уровня подготовки или возможности обучения в университете, на мой взгляд, должно остаться. Очень хочется поддержать Владимира Ивановича, потому что абсолютно согласны с ним. Многие дети могут потеряться наоборот, если не будет централизованного тестирования, потому что это только кажется, что можно угадать, получить какой-то балл и так далее. Но если даже приходит ребенок и что-то угадывает, то он не конкурент тем детям, которые глубоко владеют предметом. Чтобы получить высокие баллы на ЦТ, конечно, нужна системная работа. Поэтому в этом плане абсолютно не надо переживать, что кто-то останется неуделом. Здесь все-таки баланс действительно необходим, но самое главное и, наверное, неоспоримое, ЦТ обрубает полностью все возможные разговоры о лоббировании интересов и позволяет каждому по зданиям действительно поступить туда, куда он хочет. Вы знаете, извините, я всегда говорю, что если бы централизованное тестирование у наших абитуриентов и у наших родителей было непопулярно, то, вы знаете, мы бы, в общем-то, и года бы не проработали. В принципе, народ просто поддерживает централизованное тестирование как форму вступительных испытаний. В общем-то, он ее принял. Я говорю, мы должны совершенствовать систему. Однозначно нет идеальных систем. Мы должны ее совершенствовать, в общем-то, эту систему централизованного тестирования. Но мы должны ее оставить как основу. А как вам дорожка российских коллег? Ведь там есть свой аналог ЕГЭ, но само испытание объединено с итоговыми экзаменами 11 класса. Ну, я хочу сказать, что, наверное, мы доросли до единого экзамена. Наверное, все-таки нужно чуть-чуть разгрузить наших учащихся на выходе из школы, потому что за одним испытанием следует другое испытание. В общем-то, как бы вы ни говорили, что это вроде бы происходит в своей школе, в более комфортных условиях, но это испытание. Разные формы испытаний. Вот он только в июне сдал в одной форме, а тут же ему приходится абсолютно в другой форме сдавать предмет. И все равно, плюс ко всему, он все равно переживает, все равно это психологическая нагрузка, физическая нагрузка на ребенка. Мы к этому шли, мы это пробовали много лет назад, в общем-то, в принципе. Но я думаю, что мы к этому пришли, и я, насколько я знаю, есть нормативные документы, которые разрабатываются, и, может быть... Хотя предупредим зрителей, мы пока не гарантируем то, что завтра будет именно так. Мы пока высказываем свое мнение, да. В любом случае, давайте еще один довод. Добавим экономический эффект и экономия времени, да. Ведь все-таки компания по централизованному тестированию, она затратна. И экзамены в школе, это тоже и по силам, и по времени затратно. Бытует мнение, что централизованное тестирование не всегда позволяет отобрать способных ярких абитуриентов. Ну, может быть, на творческие специальности можно согласиться. Но, допустим, зная тех детей, которые получают высокие баллы на централизованном тестировании, это дети, которые умеют анализировать, которые читают задания централизованного тестирования, они видят главное, умеют сопоставить. То есть это однозначно позволяет получить хорошего студента. И действительно хорошо, когда знаешь, куда идти и что выбрать. Но ведь это, согласитесь, далеко не всегда так. Споры идут даже на одной кухне между родителями и к детьми. Владимир Иванович, вот буквально коротко в финале программы о профориентации. Возможности, подсказки, те, кто хочет действительно слышать, советы специалистов есть сегодня? Ну, конечно, система работает, наш центр работает в сотрудничестве со всеми заинтересованными лицами, в принципе. Но я хочу сказать, что вот я уже занимаюсь вопросами профориентации много-много лет, и занимаюсь этим профессионально. Самое главное, чтобы специальность или та работа, которую будет в будущем выполнять человек, она была ему интересна. Я, собираясь сегодня на передачу, прочитал такую фразу Стивена Джобса о том, что успехов можно достигнуть только в любимом деле. Стремитесь найти свое любимое дело. Я всегда говорю, мы должны дать нашим детям возможность попробовать очень многого. И как раз вот школьная среда, школьное время – это то время, когда это можно сделать. Если ребенку будет интересно какое-то дело, и он сможет выполнять это дело, это, наверное, именно то, к чему мы должны стремиться. Потому что, понимаете, ну, давайте мы себя сами спросим, а все ли мы, в общем-то, довольны своей работой? Ну, может быть, в этой студии все довольны своей работой? В общем-то, интересно ли нам это дело? С удовольствием мы ходим на свою работу. Самое главное, что ребятам и их родителям, я думаю, что этим вопросом нужно задаться не за месяц до подачи документов в УЗУ и СУЗы. Вы хороший тон задали подведению итогов программы. У каждого из вас, уважаемые гости, есть буквально по одной минуте для того, чтобы подвести черту в этом разговоре. Светлана Николаевна. Ну, я думаю, что для любой экономики самое важное знание, и поэтому самые передовые экономики в мире делают на это ставку, так и называют. Мы развиваем экономику знаний, и мне очень хочется, чтобы эта концепция была полностью реализована в нашей прекрасной стране. Поэтому я считаю, что очень важно совершить первый выбор. Действительно, чтобы эта первая специальность была по душе. Но, конечно, первым образованием все не заканчивается. Не забываем про мировой тренд образования на протяжении всей жизни. Это принцип любого результативного человека, который стремится сделать все для своей прекрасной страны, для своей семьи. И мне очень хочется пожелать всем крепкого здоровья, и чтобы благополучно у нас было все в нашей замечательной национальной экономике. И для этого мы должны делать все для того, чтобы популяризировать образование, для того, чтобы каждый человек нашел свое место в жизни на уровне профессионально-технического образования, на уровне среднего специального образования, на уровне высшего образования, магистратуры и получение высшей квалификации в качестве кандидатов и докторов наук. Это очень важно. Дмитрий Николаевич. Я бы хотел в завершении передачи сказать, что родителям и будущим абитуриентам о поступлении в учреждение высшего образования, среднего специального или профессионально-технического надо задумываться уже сегодня. В любом случае, гарантией успеха будет то, что вы хорошо обучаетесь в школе. Поэтому, уважаемые дети и уважаемые родители, следите за успеваемостью детей, мотивируйте их, определитесь с профессией, причем определиться не только с предпочтением, но также учитывая особенности здоровья детей. Потому что очень печально видеть, когда ребенок приходит, желает получить профессию, по каким-то особенностям своего здоровья он не может по ней потом трудиться. Поэтому не откладывайте надолго выбор специальности будущей в добрый путь. Причем вместе с этим выбором, я думаю, неплохо и резервные варианты тоже уже сейчас предусмотреть. Конечно. Мой совет родителям и детям не гнаться за красивым названием специальности или факультета. Потому что сталкиваешься с тем, что зачастую дети даже не представляют, что это такое, но они хотят это делать. Поэтому я советую родителям, и мы в лицее стараемся это делать, все же находить способы погружения в ту профессию, которую дети выбирают. Когда мы набираем классы, например, химико-биологические, мы обязательно их вводим в больницу, чтобы они увидели вот реальности. Потому что смотрят сериал, да, красиво, все в белых халатиках, ходят нарядные, красивые, чистенькие, но всех трудностей, наверное, недопонимают. Поэтому, безусловно, погружение в профессию важно. И еще огромная просьба, уважаемые родители, не переносите свою личность, свой жизненный опыт на ребенка. У нас было очень много ситуаций, когда дети приходили и просто со слезами. Инна Алексеевна, объясните моей маме, что я – это не она. Она хороший доктор, прекрасный специалист, но это не мое. Я не могу. Или ребенок очень средненько учится, а предпочтения родителей очень высокие. Не надо мучить ни себя, ни ребенка. Пусть на самом деле дело будет в радость, пусть профессия станет профессией на всю жизнь. А вообще, какое бы высшее учреждение или средние специальные дети не выбрали, на мой взгляд, самое главное в жизни профессия – быть человеком. Итак, это были наши выводы. Сделайте своим. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин